всем привет у нас сегодня последний день в мадриде уезжаем мы в севилью пару слов о центре искусств королевы софии в общем это не вошло в наш топ мероприятий скажем так хотя три музея которые мы посетили которые входят золотой треугольник вот центров искусств мадриде это музей дель прадо музей второй был тисона барне миссы и вот сегодня последний день центр искусств королевы софии в чем как бы это наше личное мнение вернее на данный момент мое туда мы пошли потому что хотели посмотреть еще картины сальвадора дали пабло пикассо и жоанна миро это в основном на втором этаже и как бы люди туда идут чтобы посмотреть знаменитую гернику пабло пикассо вот на этажом выше выставлены испанские художники живописью скажем так после гражданской войны в испании поэтому мы туда не пошли мы сейчас хотим вернуться в отель забрать вещи и поехать в севилью чем интересно это место это в двух минутах от данного музея центра искусств королевы софии и мы находимся напротив вокзала а точек железнодорожного вот он напротив площади там танчики вот сам вокзал сам вокзал откуда мы на поезде за три часа доедем до 7 или пару слов о данном заведении которое называется баррета мы сидим уже минут 15 парень сказал меню вернее мы когда попросили меню он удивился что нам нужно меню и ушел и вот до сих пор мы сидим машем руками ждем и вот никто к нам до сих пор не вышел поэтому не рекомендуем кафетерию баррета здесь много других заведений где можно вкусно покушать попить пиво в общем съесть тапос выпить сангрию ну и конечно же насладиться испанской кухней но лучшее место конечно же на рынке сан мигель смотрите видео уникальное место но зачастую вот в обед там просто невозможно куда даже зайти огромная толпучка и не то чтобы встать за столик сложно нам повезло мы были вечером и мы даже нашли сидячие места есть видео на канале пожалуйста смотрите очень вкусная еда пиво и очень атмосферное место все наш мадридский тур заканчивается испания будет еще представлена городом севилья мы едем туда тоже осознанно осмысленно очень хочется посетить площадь испании ну и тоже музей изобразительных искусств и несколько церквей здесь церквей у нас не обходится мы едем в музей тиса на бардемисе один из трех музеев которые мы купили абонемент очень комфортабельный классный транспорт общественный в мадриде и вот что я хочу сказать мы купили туристические карточки на на четыре дня на четыре дня за 22 евро которые можно купить на любой станции метро вот и получается очень удобно пересаживаться на себе транспорта мы взяли карточку только для центра мадрида то есть для одной из зон нам больше не нужно очень удобные экраны которые показывают на которые можно пересесть и сколько минут до следующего автобуса очень здорово организована транспортная как бы система мадрида на всем на любом виде транспорта можно доехать куда угодно и принципе те четыре дня которые мы будем здесь несмотря на то что мы очень много ходим мы как бы пользуемся автобусом если нужно поехать куда-нибудь ну чуть-чуть подальше не в пешей доступности где-то больше километра вот поэтому вот такая вот информация поводу карточек и общественного транспорта мадрида очень здорово очень суперски мы сегодня тоже запланировали много ивентов и надеемся нам все удастся сегодня сделать там такая лягушка спешная возле нее хочется сход кстати метро в мадриде очень понравилось в принципе довольно таки простое но очень удобно невероятно чистая светлая и позитивная вот таких вот картин практически не нету просто это станция вот искусство где можно на единичке на первой линии доехать до центра искусств королевы софии единичка она как бы проходит через все три музея вот и очень удобно на метро можно купить туристическую карту можно купить разовые поездки по евро шестьдесят мы взяли туристическую карту на 3 дня за 22 евро и пользовались всеми видами транспорта все мы поехали метро такое смешное как в Глеции как в Афина но очень удобно и по сравнению с пиланом очень чисто и приятно и светлое еще один маленький лайфхак по поводу багажа если вы путешествуете как мы очень долго естественно у вас будет несколько чемоданом с багажом то иногда вот как нам сегодня мы взяли билеты на севилью аж на восемь часов и у нас было четыре часа мы решили немножко прогуляться по центру там какой-то шопинг в общем прогуляться вот и мы уже не один раз во многих городах европы замечали что на вокзалах что автобусных станциях что на железнодорожных вокзалах нету камер хранения и сегодня меня очень сильно поразило что на как бы главном вокзале столицы испании мадриде от точа тоже нету камеры хранения ну и конечно же это немножко неудобно когда вы хотите еще погулять у вас есть время и нужно оставить вещи поэтому такой небольшой лайфхак он может быть полезен пользуйтесь приложением bounce приложение которое показывает локации по европе где можно оставить багаж в принципе везде от 4 до 5 евро за сумку вот на сутки хотя некоторые некоторые вот такие вот багажные могут работать не круглосуточно до вечера в отелях конечно же это все круглосуточно вот сегодня мы нашли такую такую локацию возле станции аточа из-за общем пять евро за сумку оставили их там но он сказал что мы закрываемся в 8 часов поэтому нам нужно было вернуться до 8 но у нас поезд на 755 то есть нам это подошло вот еще один маленький такой лайфхак если вы неправильно выберите выход с вокзала аточа их там очень много то как мы сегодня вам придется шлепать очень долго используя лестницы и это очень удобно я сегодня мы пока дошли до этой штуки до этого локера я как бы немножко устал и был не совсем доволен и потом уже когда возвращались на станцию метро чтобы поехать на гранд-вью по погулять здесь вот можно погулять по шоппинговским таким вот улочкам то я увидел совсем другой выход который был буквально там в паре минут от от этого места где можно оставить багаж поэтому пользуйтесь баунсом и находите правильный выход симпатичная девушка находите правильный выход чтобы не кружить не петлять с багажом потому что это в принципе просто неудобно вот неудобства этого приложения что они адрес показывают только после того как ты оплатишь багаж мы решили этого не делать данный раз оплатили на месте там разница 50 центов но когда мы были в ницце тоже нам нужно было оставлять багаж и не только в ницце один раз ницце оставляли один раз в в каннах там мы оплатили и нам баунс выдал немножко не то место на которое мы рассчитывали поэтому будьте аккуратны в плане того чтобы вначале узнать точное расположение адрес локации а потом оплачивать ну либо найти локацию оплатить на месте я надеюсь информация это было полезно потому что гулять с багажом не очень удобно путешествуйте подписывайтесь на канал смотрите у нас еще впереди очень много локаций и мест интересных после испании так что оставайтесь с нами будет здорово ребята еще одно личное наблюдение это просто мое мнение но я считаю что тупее системы чем поезда в испании я еще не видел нигде а я был во многих местах вот посмотрите какая толпа людей стоит это чтобы вы понимали уже прошли проверку билета прошли как в аэропорту проверку багажа пропустили через рентген и все просто стоят как бараны пялятся в эти экраны телевизоров и двери закрыты потом будет огромная очередь чтобы людей туда пустить такого идиотизма нет ни в одной стране даже в италии где все очень тупо ты показал билет и ты прошел на перрон где ты можешь ходить гулять и искать свою платформу здесь только те двери откроются куда в общем-то твой поезд и эта очередь нереальная будет там стоять и ждать когда же их запустят этот ну настолько вообще беспрецедентный идиотизм день такого нет но не знаю ни в одной стране блин европы потому что люди ждут мы нам еще 25 минут до поезда сесть нам негде мы должны стоять ждать пока объявят платформу и просто вот тупо морозится смотреть в эти экраны телевизоров смотреть когда и никуда ты не можешь больше двинуться потому что ты уже прошел назад ты вернуться не можешь очень тупая система идиотская на всех вокзалах железнодорожных испании это конечно огромный минус как для путешественника при всех плюсах испании красота чистота кухня ну и все остальное искусство архитектура ездить поездами неудобно и ценник на поезда довольно таки высокий мы едем сейчас из мадрида в севилью цена на поезд 76 евро а когда мы ехали из фигераса в мадрид ценник был вообще какой-то золочный по 89 евро мы платили а нет шучу общая стоимость билета была 375 евро то есть получается перед был дороже 180 евро это но это дорого я считаю и для испании это конечно непонятно почему но передвигаться на поезде довольно таки дорого вот такой вот трэш творится как бы в таком промежуточном зале перед выходом уже на платформу конечно же при всей тупости испанской системы железнодорожных сообщений вот такие вот вагоны немножко поднимают настроение то есть вагоны стиле иронима воска это просто обалденная тема ухты да класс таких вагонов я не видел нигде это обалдеть но все равно конечно же очень тупо у них все организовано и вот это сейчас толпа которая стояла там злая она едет вот искать свой вагон как и мы но вагоны конечно бомбезные а дурец рэнфе трэн офисиаль едем севилью поезд есть вот такой вот ресторанчик довольно таки приличный меню сэндвич и бутерброд и вон даже есть правиоли можно взять кофе чай там принципе очень довольно таки большой набор много вина ликеров меню довольно таки богатая закуски вот и в принципе перекусить здесь вот можно пообщаться и неплохо провести время вот мы взяли два вот таких горячих бутербродов один с хамоном один с ветчиной это что-то наподобие оливье вода вода сок кока-кола это все обошлось поездном ресторане 27 евро вот в принципе нормально и и и и и и и и и